Всем привет! Спасибо большое, что сегодня присоединились к нашему вебинару. Меня зовут Ксюша Машковцева, и я из команды геомедийной рекламы. Наша команда помогает рекламодателям рассказывать о своих услугах, товарах, продуктах пользователям геосервисов. Это Яндекс.Метро, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты. Сегодня у нас будет очень практический и насыщенный информацией вебинар. Я расскажу о том, как заводить рекламные кампании в кабинете. Вы убедитесь, что это очень доступно, легко, нет необходимости иметь и обладать какими-то специальными навыками для этого. И также расскажу о тонкостях настройки и отвечу на ваши вопросы. Давайте не будем ждать и приступим. Вы видите личный кабинет. Попасть в него можно, перейдя по ссылке, которую мы вам добавим в чат, или вы получите вместе с раздаточными материалами. И для того, чтобы первый раз запустить рекламную кампанию, необходимо зарегистрироваться. Здесь вам потребуется заготовленный логин. Важно отметить, что этот логин не должен использоваться в других рекламных кабинетах Яндекса, и поэтому рекомендуем создать новый. Мы уже позаботились об этом заранее, и сегодня мы будем размещать рекламу для магазина фермерских продуктов. На первой странице входа важно заполнить небольшую анкету, указать название, имя, e-mail и телефон, по которым мы сможем с вами связаться, и также верифицировать телефон. И дополнительно принять политики конфиденциальности и условия оферты, на основании которой мы будем размещать рекламу. Все эти данные останутся в кабинете и не будут доступны никому кроме вас. После того, как мы пройдем все шаги, мы перейдем в кабинет. Здесь пока ничего нет. Создаем первый заказ. При клике будем видеть все форматы доступные в данный момент. Можно будет прочитать короткое описание или ознакомиться подробнее, но мы выберем самый первый, это пины по маршруту, которые позволят обозначить наше расположение и подсветить пользователям, где находится магазин. При создании заказа информацию, которую вы заполняете, также нигде не транслируется в приложениях и используется только для того, чтобы можно было удобнее ориентироваться в уже созданных заказах и компаниях. Название формируется автоматически, но его можно менять. Валюта подстраивается исходя из того, в каком регионе мы запускаемся. Комментарий, исключительно внутренняя информация, которая также нигде не отображается, помимо кабинета. При создании мы видим, что появился заказ, переходим в него и попадаем внутрь заказа. Здесь есть данные о том, какой формат был выбран, статус оплаты и остаток на заказе, а также возможность посмотреть статистику по прошедшим размещениям и при необходимости пополнить счет. Создаем новую компанию. На первом шаге мы также указываем необходимую информацию, которая не отображается при размещении, то есть пользователь не видит ничего этого. Вводим название. Сначала название, может быть абсолютно любое, важно, чтобы вы могли понять, что это за компания и легко ориентироваться внутри, когда их станет немного больше. Рубрика. Рубрика, поле рубрики влияет на коэффициент, и здесь я хочу обратить внимание, что при размещении из сегмента недвижимости коэффициент будет повышающий. Остальные рубрики, которые относятся и наше размещение, идут без различных повышающих коэффициентов. Бюджет на компанию мы вводим без НДС, это общий бюджет, и при определении даты старта и даты финиша, сходя из бюджета, автоматически настраивается дневной лимит с учетом того, что размещение и показы будут происходить равномерно в течение всего периода. В дополнительных настройках мы можем выбрать время показов. Для нашего магазина мы выбираем абсолютно любой день и любое время, но вы можете настраивать при необходимости какие-то гибкие параметры. чистоту показов в день, здесь наша рекомендация это 5 и также доступны таргетинги, но так как наш магазин актуален для всех, это мы не трогаем. Далее переходим к следующему шагу. На шаге 2 нам важно выбрать локацию, в которой наше размещение будет транслироваться пользователям. В формате пины важно отметить, что размещение настраивается только на организации, которые заведены в справочнике. Здесь для примера мы возьмем наш офис и поставим пин нашего магазина фермерского по адресу 2.16. Вбиваем все данные, получаем нужный адрес и выбираем. На этом же экране мы можем увидеть потенциальное возможное количество показов с учетом выбранной территории в день, что позволит нам в дальнейшем при оценке статистики оценить насколько, какую долю от возможного трафика мы забираем нашим размещением. На шаге 3 мы переходим к настройке креативов. Также мы будем выбирать, указывать название на пине заголовок. У нас это будет магазин фреш. Категория. Категорию мы берем такую же, как в Яндекс.Справочнике в супермаркет. Затем размещаем логотип. Все технические требования доступны в личном кабинете, но также вы можете увидеть слева знак вопроса и при клике на него перейти и, прошу прощения, справа, и при клике на него перейти в справку, где подробно будут указаны все технические требования к рекламным материалам. Мы выбрали логотип, указали необходимые названия и категорию, выбрали обводку, и можем оценить превью, как в ночной, так и в дневной теме. Переходим к следующему шагу. Далее мы настраиваем экран расхлопа, так называемого. Это баннер, который видит пользователь при клике на пин. Здесь у нас тоже уже заготовлен материал. Смотрим, как это выглядит и переходим дальше. В формате мы доступны две кнопки. Одна кнопка всегда по умолчанию это кнопка заехать, а на приклике на нее пользователю предлагается перестроить маршрут в адрес, который мы указывали на шаге 2. И дополнительно мы можем выбрать одну из двух кнопок, это позвонить или перейти на сайт. Здесь мы выберем телефон, укажем его и также видим, что на превью сразу добавилось две кнопки. Собственно, мы подошли к концу. Наша компания почти настроена и готова к запуску. На финальном шаге мы можем оценить все настройки, которые ранее выполнили, проверить еще раз, все ли корректно. И затем либо сохранить черновик, либо отправить сразу на модерацию. Важно отметить, что при отправке на модерацию вы подтверждаете согласие с тем, что компания будет запущена в таком виде. И если все корректно, наша команда модераторов ее принимает и она тут же начинает крутиться в приложении. Мы завершили настройку нашего первого формата. Переходим в заказ, видим, что сейчас здесь уже не пусто и есть одна компания. Также обратите внимание, что есть вкладки, которые позволяют при большом, достаточно заметном количестве компаний легко ориентироваться. Можно видеть, можно группировать компании по статусам и также их сортировать по всем параметрам, которые указаны. Период размещения, бюджет, номер и расходы. Компания пока не запустится, пока на заказ не будут зачислены средства. Для этого необходимо будет нажать на кнопку сверху, ввести сумму. Сумма может быть отлично от бюджета компании и остаток заказа расходуется равномерно, органически на все компании, активные в рамках этого заказа. При переходе откроется знакомый многим уже интерфейс баланса и здесь принцип пополнения ничем абсолютно не отличается от Директа и других наших рекламных площадок. отлично, мы закончили спинами, видим сейчас наш заказ и готовы приступить к следующему. Дальше мы возьмем билборды, первый шаг абсолютно такой же при заведении заказа, переходим в него и создаем компанию. Хочу отметить, что все названия мы можем редактировать в моменте, при необходимости, и поэтому если это потребуется, то опция доступна. Также вводим название, выбираем рубрику. Здесь вот как раз вы можете увидеть, что подробно рассказывается о том, при каких условиях и в какой момент мы должны выбрать ту или иную рубрику и как это влияет. Интерфейс очень удобный, дружелюбный и я думаю, что вы видите, сложностей никаких нет при запуске и настройке, поэтому разобраться достаточно легко любому человеку, это правда. Выставляем те параметры, которые нам необходимы, переходим к следующему шагу и здесь, в отличие от первого формата. Билборды у нас не будут закреплены конкретным координатам, где находится организация. Мы будем транслировать их на определенной территории. Мы называем это полигоны. Есть готовые шаблоны полигонов, это города, регионы, области. Можно их выбрать и увидеть на карте, как это будет выглядеть. То есть сейчас, например, у нас выбрана вся Москва с городом-спутником и, допустим, мы хотим убрать город-спутник, оставить только Москву. При просмотре на карте, наведя на Зеленоград, мы видим, что, как называется, полигон Москва-4. Затем переходим, возвращаемся обратно, убираем его из списка наших полигонов и видим, что сейчас уже компания на этой территории показываться не будет. Но для нас это очень широкое гео, мы сконцентрируемся на тех, кто немного ближе к нашему фермерскому магазину, поэтому мы воспользуемся другой опцией, это построение полигонов вокруг организации. Выбираем наш адрес по аналогии, как в первом шаге в пинах Льва Толстого 16. Выбираем радиус, который мы хотим. У нас это будет 2 километра. И получаем полигон вокруг координаты. По абсолютно такой же схеме можно строить достаточно гибко территорию показов и тем самым настраивать размещение. Также обратите внимание, что внизу мы видим количество потенциальных показов и при необходимости можем загрузить, выгрузить текущий полигон и загрузить его в другую компанию. Также есть опция ручного построения. Сейчас мы быстро к ней обратимся. Это гибкие формы, которые позволяют нам выбрать ту территорию кастомную, которая не подходит под наши шаблоны. Вот сейчас мы нарисовали такой четырехугольник, удалим его, но вы видите, что все тоже достаточно просто. Переходим к следующему шагу и настраиваем креативы. Первым делом настраиваем метку. У нас это будет логотип. Но также опционально мы можем использовать в формате билборды какой-то символ, какую-то иконку, которая соответствует вашему бизнесу и позволит пользователю соассоциировать вашу индустрию с изображением. Выбираем обводку и переходим к следующему шагу. Я вижу, что в чате уже появляются вопросы. Вернусь обязательно к ним, ко всем. Вижу. Спасибо большое. Пожалуйста, задавайте их дальше по ходу нашего вебинара. Переходим к настройке расхлопа. Здесь также размещаем баннер, указываем заголовок и переходим к следующему шагу. Важно отметить, что креативы для многих форматов, они имеют одинаковые размеры, что позволяет сооптимизировать процесс подготовки к размещению продакшена и также сокращают сроки, необходимые для того, чтобы от момента планирования до запуска кампании. В билбордах мы можем указать две кнопки на выбор. Это из трех. Это ссылка на сайт, позвонить или найти на карте. Здесь мы выберем позвонить и переход на сайт. Обратите внимание, что сайт нужно указывать полностью со всеми служебными символами. Также можно указывать UTM-метки для того, чтобы отслеживать переходы и дальнейшее поведение пользователя из этого источника. Здесь все достаточно тоже стандартно. Мы закончили настройку размещения и теперь проверяем, все ли у нас корректно. Всегда можем откатиться назад для того, чтобы посмотреть, добавить, допустим, вместо телефона, найти на карте. Указать название в истории. Что такое название в истории? Когда пользователь кликнет на кнопочку «Где», у него в истории поиска организаций в целом в геосервисах сохранится то название, которое мы здесь укажем. Магазин Фрэш. То есть, таким образом, если пользователь увидел билборд, кликнул на него и нажал «Где», дальше в истории поисков во всех геосервисах наш магазин будет виден, пока не уйдет там с некоторым временем. Выбираем адрес. И все готово. Отлично. Можем проверить еще раз все настройки и сохранить компанию. Как видите, у нас еще два заказа. Все очень быстро и просто. Сейчас я расскажу еще о парочке форматов. Баннер в навигаторе – это наш, можно сказать, самый популярный и флагманский формат, который позволяет очень подробно и заметно донести сообщения до аудитории. Все подробные описания форматов вы можете увидеть, кликнув из раздела и в любой момент ознакомиться, посмотреть. Переходим после создания заказа, уже переходим к созданию компании. На первом этапе также вводим название, бюджет, периоды размещения и частоту. Дальше выбираем места показа. Здесь мы выберем более широкое гео. Перейдем на третий шаг в настройку баннера. Загрузим баннер, который заранее подготовили. Размер этого баннера немного отличается от того, что мы размещали. Но особенность его в том, что пользователь видит, для того чтобы прокоммуницировать с баннером, пользователю нет необходимости на него нажимать. Баннер показывается при остановках, при достижении нулевой скорости, в пробках, на парковке и даже без клика пользователь уже контактирует с вашим сообщением. Вводим заголовок и рекламное сообщение. Тоже важный момент, отличающий этот формат от других. Здесь у нас есть полноценное поле, где мы можем подробно рассказать и анонсировать ту активность, которую сейчас промотируем. И разместить сразу все три кнопки действий. На следующем шаге это будет для того, чтобы с нами могли коммуницировать любым удобным способом. добавляем кнопки, добавляем точку. Здесь тоже, если, допустим, у вас множество, у вас не единичный адрес, у вас сеть, вы можете выбрать всю сеть, и при клике на кнопку пользователь будет видеть ближайшие к нему точки с предложением перестроить до них маршрут. Нет необходимости заводить на каждый адрес отдельную компанию, особенно это актуально для тех, у кого широкая сеть филиалов, и таким образом соптимизировать крупные компании, а локальные компании уже настраивать на то узкое гео, где это наиболее актуально. Все, наш баннер готов, мы еще раз проверяем, все ли у нас окей, и сохраняем его для того, чтобы в дальнейшем отправить на модерацию. Проверяем адрес, проверяем место, где это все показывается, и сохраняем черновик. И сейчас мы возвращаемся и запустим с вами компанию в Яндексе Метро. Для этого заходим также в раздел «Создать заказ», выбираем необходимый формат, вводим все данные и создаем. Переходим в раздел, здесь мы немножко подготовились, у нас уже есть сохраненные черновики, и я покажу, как на примере Метро не только как заводить, но и как редактировать уже сохраненные компании. То есть мы заходим в заказ, в котором у нас есть компании, какие-то могли уже быть активными, какие-то в черновиках, какие-то завершены, у нас пока это все черновики. Кликаем на нее и нажимаем «Редактировать». Здесь мы проходим точно такие же шаги, указываем название компании, бюджет, период выбираем и настройки. Переходим к следующему шагу, и здесь нам важно выбрать Гео. Так как мы работаем в метро, то мы ограничены, конечно же, в первую очередь городами, в которых оно есть. Список вы можете видеть здесь. И если есть необходимость таргетироваться сразу на весь город, допустим в Новосибирске, мы кликаем на город и видим, что у нас полностью выбран Новосибирск. То есть баннер будет показываться на всех станциях в этом городе. Если у нас большая сеть, и она представлена в нескольких городах, соответственно мы выбираем все необходимые города. Также мы можем таргетироваться на станции. Здесь мы возьмем белорусскую, у нас уже есть готовый полигон. Таким образом мы просто обводим ту станцию, которая нам необходима и сохраняем. Переходим к следующему шагу. Здесь мы добавляем баннер. В этом формате используется два баннера. Один баннер это тот, который пользователь видит при построении маршрута. Здесь важно тоже отметить, что есть некоторые охранные зоны для плашек рекламы. Поэтому мы не рекомендуем при подготовке креативов, точнее рекомендуем оставлять свободные поля и не заполнять это, не рекомендуем заполнять это пространство контентом. Все рекомендации вы также можете найти на нашей справке в разделе «Помощь» с подробными комментариями, примерами и шаблонами. Следующий шаг — это формирование карточки при клике, которую видит пользователь. Здесь, как вы видите, она достаточно обширна и это по сравнению с прошлыми форматами. И это неспроста, потому что в приложении «Метро» сценарий использования у пользователя абсолютно другой. Он не находится за рулем, он находится в достаточно комфортном положении, может подробно прочитать, ознакомиться, провзаимодействовать с кнопками. Поэтому здесь мы можем не волноваться и не думать о том, чтобы сохранить контроль водителя, как в навигаторе, а достаточно подробно рассказать о нашей активности. Загружаем баннер. На баннере также мы можем использовать как графические, так и текстовые элементы. Заголовок, рекламное сообщение и в условиях прописываем нашу юридическую информацию. Переходим к следующему шагу. Кнопка на выбор нам доступна одна из двух — это «Позвонить» или «Перейти на сайт». Здесь мы указываем «Позвонить» и наш баннер готов. Мы также проверяем корректность всех настроек. Можем посмотреть выбранные станции, на которых будем показываться и познакомиться с превью, для того чтобы увидеть, как пользователь будет контактировать с нашей рекламой. После этого сохраняем черновик или отправляем на модерацию. Затем также пополняем заказ и наша компания активна. Мы завели с вами четыре формата. Также у нас есть форматы баннер при построении маршрута и пины по маршруту в картах, которые заводятся абсолютно так же, как вы заметили, очень быстро, просто и используются те же креативы, что позволяет запустить рекламные кампании в геосервисах достаточно оперативно и протестировать или анонсировать какую-то активность, не закладывая длительный период на подготовку. В целом у нас все. Мы пройдемся сейчас по другим разделам «Доступы». Сюда вы можете добавлять пользователей или менеджеров, которые также будут иметь доступ к вашему кабинету и в зависимости от роли либо только просматривать рекламные кампании, либо вносить в них правки. И доступ со статистикой. Сейчас у нас тут, к сожалению, ничего нет, потому что кампанию мы еще не запускали, но как только у вас появятся активные кампании, то этот раздел наполнится данными. Статистика доступна в формате подневной и отражает все возможные действия в рамках каждого формата. В целом мы прошлись полностью по кабинету и завершили настройку кампаний. Сейчас я посмотрю вопросы. Спасибо вам большое за то, что были с нами сегодня и отвечу на них. Так, первый вопрос. Как поставить баннеры в ротацию? Для того, чтобы поставить баннеры в ротацию, необходимо завести несколько кампаний. И на баннере в метро мы сейчас это проверим. То есть у нас будет несколько кампаний. Если вы хотите устроить ротацию, организовать на одной территории, то мы можем просто дублировать, создать первый заказ, разместить в нем баннер, дублировать его, чтобы все настройки сохранились и тем самым сократить скорость запуска. И изменить дальше через режим редактирования, как мы делали это сейчас, баннеры, креативы на другие. Важно отметить, что это всегда будет новая кампания и в рамках одной кампании несколько креативов разместить нельзя. То есть только в рамках одного заказа несколько креативов – это несколько кампаний. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно отслеживать статистику размещения. После запуска статистика начинает появляться в этот же день. Она доступна. Статистику можно отслеживать, как по каждой кампании или по каждому креативу, если это несколько креативов в рамках одной кампании, при переходе в раздел «Статистика». Сейчас тут ничего нет, да, как мы и проговорили, потому что наши кампании неактивны. Так. И также можно отслеживать кампанию, статистику за весь заказ. Эта кнопочка находится наверху, здесь при клике будут суммироваться результаты по всем креативам за выбранный период. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Надеюсь, вы убедились на практике, что запуск кампаний – это очень быстро, просто и легко. С этим справится абсолютно каждый. Будем рады ответить на вопросы. Все материалы будут вам отправлены после завершения нашего вебинара. И добро пожаловать в геосервисы. Спасибо. Хорошего всем дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...